Всем привет! Сегодня посмотрим важную ловушку для открытых дебютов. Это имбич Геринг, Мюнхен, 1899 год. Партия стара как мир, да и ловушка тоже известная по большому счету. Более того, она встречается с переменой цвета не только в сторону белых, но и в сторону черных, когда мы с вами знаем, что черные играют К6, С5, при слоне на Ф1, К3 мы можем бить К5. Ну а здесь черные пользуются этим и бьют Ке4. Здесь на самом деле операция, которую затеяли белых, не особенно выгодной считается. То есть идея после слона Ф7 губительная. С одной стороны, да, мы разрушаем пешечное прикрытие короля, король без рокировки, и после Ке4 все хорошо. Но вы знаете, после хода Д5 большой порядок у черных. Например, ферзь Ф3, король Ж8 и волшебного хода К5 здесь не существует. Поскольку я не только напал на мат, но и контролирую поле Д5. Но здесь все-таки ферзь Д7, видите, я защитился и там, и сям. И вся эта лавина рано или поздно пойдет вниз. Центр останется за черными, два слона останутся за черными, и у них такой долговременный перевес. Но черные ошиблись, пошли конь за 6, и здесь ваша задача как раз-таки выловить черных, ход белых. Нажимаем на паузу, думаем. Пока вы думаете, не забывайте подписаться на наш канал, поставить колокольчик возле кнопки подписки. Это очень важно и поможет развитию нашего канала. Ну а мы давайте будем с вами сверяться. Конечно же, ферзь Ф3. Вот, и черные совершают ошибку. Еще можно было сопротивляться, например, если бы черные пошли к королю Е8. Конечно, и тогда позиция черных хуже, поскольку их королю предстояло провести всю партию в центре. Но все-таки сыграно было король Ж8, и здесь, скажем так, песенка спета. Если вы до этой позиции еще не дошли, рекомендую также поставить на паузу. Но если вы уже дошли, давайте сверяться. Это красивый ход конь Ж5. Не так давно мы его видели, да, да, да. Но, тем не менее, раньше был ход ферзь Д7, где я контролировал две клеточки, а теперь нет. То есть, например, на ферзь Ж5 я смело бью. Играю ферзь Д5 на ход ферзь Е7. Конечно же, играю ферзь Д5, и теперь спасительная ферзь Е6. Но все-таки без ферзя играть скучновато. Вот такую полезную ловушку мы сегодня посмотрели в открытым дебюте. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь в наши соцсети. Все ссылки есть в описании под этим видео. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.